мешает реклама жми на крестик верхнем правом углу вот эти замечательные книжки вот эти замечательные книжки невероятная ценность для тех кто хочет построить большой серьезный бизнес в интернете это главные учебники бизнеса это самое важное мне очень нравится то как учит этому бизнесу легендарная личность в сетевом маркетинге по имени том шрайтер который выступает везде под псевдонимом большой просто молодец я много раз рассказываю историю сейчас не о нем собственно говоря речь о том как он рекомендует рекомендует проводить презентации самая важная самая главная работа эта презентация это суть нашего бизнеса собственно грязь как любого мы страдаем тем что мы говорим слишком много вся проблема в том что мы не понимаем что большинство вопросов и большинство тем и большинство информации которые мы выдаем на начальном этапе на старте знакомя кандидата с бизнесом все это лишнее 90 процентов это все пурга это все ненужная информация и большой был просто высмеивает такие подходы он ярко и образно всяких разных историях показывает нам абсурдность такого ведения бизнеса когда мы говорим лишнее вся проблема действительно много говорим а не сказать не дать информацию тоже нельзя иначе человек карта чувства не умолчал а да и поэтому мы обязаны сказать ему все но только то что нужно а тогда уж он пусть принимает решение сам мы не можем принимать решение за то на ком человеку жениться какую работу выбирать где жить мы просто мы предлагаем бизнес он говорит или да или нет вот как предложить это да человек интересует три главных вопроса вот анализ показывает по мнению большого элла что человек интересует три главного вопроса что это за бизнес раз с чем он связан страхование жизни это похудение или это спортивная медицина или это какие-то пищевые добавки или это предоставление каких-то услуг в интернете или это что за бизнес первый вопрос просто ясно сказать что это за бизнес второй вопрос сколько можно заработать вообще о чем идет речь собственно говоря какие перспективы и третий вопрос самый главный а что я должен для этого сделать смогу ли я вот и все а у нас начинается проблема состоит том как он написать издеваясь нашим братом что мы говорим очень много очень много и затрачиваем очень много времени и силы и самое главное гробим при этом кандидата перегруженный информацией человек просто не воспринимает то что мы ему говорим и говорит лучше когда-нибудь потом вот смотрите как он приводит пример он говорит о том что мы рассказывая компании мы в деталях рассказываем сколько в компании офисом где мне находится какая площадь сколько сотрудников какая капитализация и так далее и так далее никому ничего не надо не 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 интересное сколько этажей сколько у у газету руководителя компании родственников где они живут как имена и так далее никогда никому не нужно territory мы рассказываем о продукции мы рассказываем такие детали которые вообще вообще никогда человека не могут заинтересовать для принятия решения это все лишнее Рассказывает маркетинг план человеку, сколько можно заработать и что для этого делать, это вот понятие маркетинг план включает в себя, но перегружаем человека информацией, которая вообще не воспринимается. Я ловил себя на мысли, как и многие другие, потом я с удивлением замечал, что многие другие то же самое. Год, два, три прошло, они ищут детали, маркетинг план не знают, хотя уже находятся на каких-то высоких ступенях карьерной лестницы. Не это главное. Всю информацию, если человеку будет интересно, и он подпишется, можно включить потом в обучение. У нас вообще существует система, когда последовательно, после вашей короткой презентации идет информация, которая три дня у нас дается на специальное мероприятие, тест-драйв называемая. Вот короткий пример, как говорит вам, как ответить на три прошло. Допустим, шутливо говорит большой L. Вот я делаю презентацию. Он говорит, наш бизнес, мы гангстеры. Мы гангстеры. Можно заработать в год более 100 тысяч долларов. Все, что вам для этого нужно делать, надо будет просто стрелять в людей. Что ты об этом думаешь? Все, сделано. Что за бизнес? Мы гангстеры. Сколько можно заработать? Более 100 тысяч долларов в год. А что для этого нужно делать? Ну, просто стрелять в людей. Интересное предложение. А как бы поподробнее взять? А приходи к нам в офис, мы гангстеры собираемся по вторникам и четвергам, вечером по такому-то адресу. Вот тебе гангстер-кит, приходи к нам туда, и мы расскажем, ты познакомься с лучшими гангстерами, узнай, сколько они застрелили людей, чтобы подняться на ступени карьерной лестницы. Ну, и так далее, и так далее. Подходит, говорит, ты знаешь, мне это не нравится. Окей, нет проблем, что будем делать сегодня вечером? Может, попьем кофе или сходим в кино? Никто никого не перегрузил, никто никому ничего не навязывал, просто и однозначно дал информацию. Все стало ясно. Шутливо, но точно. А у нас как заунывная песня про китайские горы начнется, я помню, в предыдущих бизнесах. Эти травы собираются в Китае, одна из гор Китая под названием Линьхуньпу. Там растут травы, которые посеяны были в 1811 году, и до сих пор они подоножат, и пошло, и поехало, и все компоненты. Коротенько. Вот так вот. В следующем уроке я более подробно расскажу вам, как сделать презентацию коротко, ясно, четко, чтобы человек заинтересовался, и вы не тратите свое драгоценное время. До свидания.